Что я могу сказать, я с отцом Сергеем Дудиным вот разговаривал, он говорит, Ваш хорошо знает, Сергей Дудин, отец священник. Ну, в общем, нехорошо, я же, мы с ним уже практически два года, как общаемся, и я же его с Игнатиховичем познакомил, вот, потом они расстались опять же через меня, там все происходило, как говорится, и я в курсе всех событий. Ну, мы с ним не спешим. Ну, у меня тоже самое произошло где-то, да? Примерно то же самое со мной, да? Ну, как-то так, да, где-то в это время. Если все было нормально, то такого бы не происходило, наверное, я думаю. Я могу что сказать по этому поводу? Бог им судья, и нам тоже Бог судья. Я не берусь давать ни оценок никому, никаких рассуждений по поводу чьих-либо личностей выносить. Вот, я как бы остаюсь и, ну, стараюсь занимать территорию миротворца. Ну, знаете, Сергей, все-таки нам дано Писание Святые Отцы, чтобы некоторые феномены, явления духовной жизни оценить и дать им оценку. То есть мы не можем все принимать, всем улыбаться, всем говорить «Окей», да, в Америке как «Гей, окей». Понимаете, то есть есть явные какие-то нарушения законов духовной жизни, какие-то высказывания, которые противоречат нашей вере. Понимаете, иногда там могут петь или его выхулить святые иконы. Мы должны сказать, вы занимаетесь кощунством или там кто-то еще будет нападать на почитание святых мощей и монашества. Известно, известно, кто вам это. Мы не можем это принять, потому что это наша вера, наши догматы, и Дух Святой в этом есть, понимаете? И говорить, что это нормально, и говорить о… Я по этому поводу, что вы следили бы за информацией, то я в этих вопросах, я полностью, у меня нет однозначного согласия. Я постоянно выдвигаю свои версии и говорю, я, как говорится, не молчу в этих вопросах, но я стараюсь, понимаете, влюсти такую человеческую любовь, потому что нам Господь заповедил и к врагам нашим относиться с любовью, а что, что, какой же он мне враг, он мне, я от этого человека научился многому, поэтому я уважаю и уважаю старость его, и уважаю его трудолюбие для Бога, вот, поэтому я во многом тоже не согласен, естественно, во многом спорю с ним. Вот, ну, споры мои, я не знаю, достигают для них. Ну, знаете, если можно было достичь какого-то компромисса и, ну, прийти к общему знаменателю, скажем, у меня есть баптисты, знакомые друзья, я знаю, что они против, но они уважают мое мнение, они не командуют, они не диктаторы, а тут отношение очень плохое, и, к сожалению, найти общий знаменатель и примириться невозможно, и это очень плохо. Вот вам ответ. То есть я с вами согласен в общем, но в конкретном случае просто, ну, как бы, найти общий знаменатель невозможно. Вот. И я тоже с отцом Сергием говорил, он тоже самое, и не только он, много-много людей тянется, как бы. Вот. Ну, что я могу, я же не могу человеку, ему 74 года объяснить, что не надо быть диктатором, надо быть помягче, надо быть тактичнее. Я же не буду его учить, потому что он сейчас считает учителем, понимаете. Тем более осуждать его тоже грех. Поэтому, ну, лучше оставить человека, если он считает, что он прав, хотя я считаю, что он совершенно неправ. И за него надо молиться, за его состояние очень опасное духовное. Вот. Ну, оставить просто человека, я, как бы, Боже упаси, я оставил всякие попытки в разумлении, это бесполезно. Вот. И люди за него, горой, кто за него. Но он во многом неправ. И там скрывается очень большая опасность для людей, что он может увести от Церкви. Вот. Это явно настолько видно, что, как вам сказать. Ну, вот и все, Сергей, что тут. А положительное, конечно, можно взять. Я от него тоже много положительное взял. Любовь к Библии, вот, любовь к благовествованию, обличение неправды, зла в Церкви, которая есть. Тут нельзя отрицать, как бы, и правду, понимаете. Но, к сожалению, это все заслонило неправда. Вот. Как я ее вижу. Не только я. Вот. И, к сожалению, случай это не совсем хороший, печальный. Вот. И, ну, что я могу вам сказать. Вы меня, по-моему, лучше знаете, Сергей. У вас сердце чистое, вы можете видеть вещи очень глубоко. Поэтому, кто я такой, чтобы сравниться с вами в прозорливости ситуации или людей. Но для меня эта ситуация очень... Мне, вы понимаете, я же... Ну, мне же не 15 лет. Мне уже 51 год. У меня трое детей. Я уже жена 24 года. Какой-то жизненный опыт есть за плечами. Понимаете? И, ну, как... Я думаю, что я как-то разбираюсь немножко в людях, в ситуации. Я прошел 5 лет проповеди в баптизме. Понимаете? В баптистской общине. Потом пришел православие. Вот. Ну, опыт имеется. Борьбы тут я, как говорится, пользы от борьбы какой-то не вижу. Потому что мнения это все устоявшиеся у человека. Вот. Человек утвердился в своем. Вот. И убеждать в чем-то... Я... Он отец Сербии прекрасно понимал, что я неоднократно пытался отойти от него, от Игнатия Тихонича. Вот. За эти его, как говорится, ну, грубые такие вот отношения и к церкви, и устоявшимся, можно сказать, традициям. Вот. Мне это тоже не нравится. Вы понимаете? Любовь, вот. Моя любовь к нему побеждает. Все равно побеждает. Я не могу оставить его. Ну, видите, любовь... Извините, что я вас перебиваю. Любовь, она покрывает многие грехи. Но, с другой стороны, любовь не может закрыть глаза. Но если я, например, вот скажу, все нормально, значит, я буду согласен с ним. Вы понимаете? А если я говорю ненормально, значит, я прекращаю... Вот в Библии сказано, что надо прекращать общение, там, сиритиками. Ну, это же не царя сказано. Понимаете? Но я вас не сужу, Сергей. Я вами восхищаюсь вашей миссией, вашему мужеству, вашей вере. Поэтому, Боже упаси, чтобы я вас судил. Тем более, что я вас всегда пример привожу. Когда я с другими людьми говорю, что я горжусь, что я дружу с вами. И многие люди спрашивают о вас, я вам рекламирую, как бы, ваш сайт и так далее. Вот. Но что я могу вам сказать? Ну, не знаю. Я не уверен. Я не уверен тут, что вы правы в данном конкретном случае. Но вы должны поступить. Вот. А у Игнатия Кирилловича редкий завет. Там буква. Бороды, троекратное погружение, дисциплина, которая уже и любовь забыта за этой дисциплиной. Понимаете? Это выхолачивание нового завета. Новый завет – это любовь. А у него Бог суровый. Бог, который, скорее всего, наказывает. Понимаете? Бог, который дисциплинирует. Вот. Аспект любви у него, он где-то, ну, на второй план отодвинут. Вот. И вообще, сам его тон. Там любви нету. Там любви нету. Там грубые, такое вот, жесткие слова такие, крики и так далее. Это искажение. Понимаете? Это искажение основ духовной жизни. Это духовная бесовская прелесть. Я что хочу сказать? Вот. Ну, это чисто мое такое личное мнение. Как только исчезнут в нашей церкви обличители, подобные лапкину, горе нас постигнет. Горе постигнет нашу церковь. Причем это не только мое мнение. Об этом многие священники говорят, с которыми я общаюсь в интернете. Они говорят за то, что должны быть такие лапкины у нас, потому что, потому что, потому что, потому что это так. Потому что в любви мы погрязли, в лживой любви, которая, любовь, она, она не приносит плодотворного созидания. Она приносит только ложь. В храм приходят люди абсолютно необразованные и уходят оттуда такими же. Ну, я со многими идеями лапкина согласен. Но я отделяю идеи лапкина, которые во многом полезны для церкви, от его личности. Когда я его читал, я восхищался. Я даже его книги распространял. Говорю, вы будьте осторожны насчет монашества, мощей, благодатного огня, пояса, предсвятой Богородице и так далее. Но во многом, почитайте. И я выставлял с его форума эту книгу, толкование Теофилакта, его там, толкование Игнатия Тихоновича. Но когда я с ним столкнулся, понимаете, вот эти главные разочарования. Я не увидел воплощения этих идей. Вот в чем трагедия вся. С идеями я 70% согласен. И это я сказал прямо отцу Якиму даже. Я с Игнатием Тихоновича согласен на 70%. 30% я отрицаю. Я считаю, это протестантское выхолощивание православия, старообрядческое такое, детхозаветное. Давайте подумаем о том, что мы приобретем, потерять лапкина. Вот подумайте, что мы приобретем. Чем мы станем, насколько мы станем лучше от этого, когда его не будет. Я думаю, что мы не можем лапкиным заменить святых отцов, святых старцев. А второе, я лапкина, он очень опасен. Потому что мы будем иметь 38 книг Игнатия Тихоновича, вот у него там, но ни одной книги, ни одного святого отца. Правда, это единственное, что и феофилата болгарского толкования. Это единственное, что есть. И вот по поводу опасности, один из примеров, который привел бы человека на опасный путь. Одного человека, хотя бы назовите, который сбился с пути Христова. Ну, я по поводу не могу привести, я просто от этих людей знаю. Они мне, ну, просто я не знаю, одобрят ли они, если я буду переходить на какие-то имена. Я знаю, что люди сбились у него. Понимаете? Вот. Поэтому что я могу сказать? Ну, понимаете, в чем дело? Что через лапки надействует нечистый дух. Если с ним поддерживать дружбу, этот дух будет вас тоже обманывать. Тут надо выйти из дружбы с ним, и тогда вы начнете это видеть. Вот чем секрет. Когда я, как бы, не увидел эту суть, я поддерживал, я этого не видел. Но когда я начал смотреть глазами человека, который с ним порвал, оно сразу открывается. Вот чем все дело. Вот у меня бывают... Понимаете, в чем дело? ...нагласия, обиды на него бывают. Вот. Ну, частенько. Я во многом, если мы и за резкость, и за его не согласен, за то, что к людям вот так относится, он не совсем корректно. Конечно, я и сам обижаюсь. Я его прошу, Геннадий Николаевич, давайте... Вас это не смущает, и вас это не смущает, что самый великий проповедник, миссионер так себя ведет. Вот, Сергей, вот вы подумайте. Ведь Дух Святой дает мир человеку. Он должен излучать мир. Серафим Саровский сказать, держите Дух мирен, и возле вас спасутся тысячи. А тут мы видим грубость, раздражительность, тут мы видим вот такое бездак... Нет, ну, вы не вправе, мы, конечно, судить как личность, но явление, само явление, мы должны понять, в чем суть, и как бы правильно оценить это явление или нет. Ну, Сергей, это же ваш выбор. Тут я что могу вам сказать? Ну, я с вами тут не согласен, но я уважаю ваш выбор. Я же не буду... Сергей, вы не имеете это право делать. Мы имеем свободу с другой выбор, и, конечно, у меня выбор другой, вот. Поэтому я уважаю ваш выбор. Хотя я с ним не согласен, но я уважаю то, что вы выбрали его дружбу с Игнатием Тихоновичем. Это ваш выбор. Понимаете, каждый перед Богом будет отвечать за все свои поступки. Если вы в совести увидели, что это правильно делать, вот, как вы делаете, так нам нужно и делать. Если вы увидите, что надо по-другому, делайте по-другому. А Виктор, я в смысле. Ну, вам говорю мое мнение, мой опыт. Почему я так сделал? Насколько вам лучше стало от того, что вы выбрали этот путь? Что вы приобрели? Намного яснее. То есть, во-первых, как бы, нужно от ненужного я отсел, заблуждение Лапкина. Его заблуждение от того, что он говорит правильно. Вот. И... Ну, для меня ответ это Библия, среди отцы. Это не Лапкин. Лапкин для меня это человек, который искал ревностный, но который заблудился. Вот так я его понимаю. Может быть, спокойнее на душе или как-то здоровье побывалось. Нет, ну, визитившим тело. Сергей за тысячи километров от его общины, мне-то что? Это люди, которые в его общине, которые вышли, те, наверное, бы почувствовали, что им легче или хуже стало. Ну, а мне-то что? Это был просто такой интерес. Что-то мне понравилось, какие-то идеи я принял, они мне помогли даже. С Лапкиным я лично столкнулся. И я просто увидел его влияние на других людей. Вот. Поэтому его обличение, его, я считаю, это делом Божьим. Почему же я не буду этим заниматься? Его вероучение. А другие, ну, почему обличают другие вероучения? Мормоны, свидетели Иковы, саентологи. Мормонов я от вас ничего не слышал. Я вот уже, наверное, около года слышу только о Лапке. От других людей, что вы... Ну, потому что у нас как бы общезнакомый Лапкин. Поэтому, ну, как бы его имя всплывает. Ну, вообще-то эту тему можно и оставить, как бы, Лапкин. Тут все понятно для меня. Понимаете, у меня же нету миссии, которая называется «Против всех ты Лапкин». Ну, я в таком умеете не оставал. Я не считаю, вот эту энергию, вот это время... Это просто те люди, которые конкретно задают вопросы. Я свое мнение, если можно сказать, для своей души, спасительнее для своей души, вот, нежели... Ну, на Лапкина я трачу какую-то долю процента, Сергей. Вы тут не правы. Я какую-то долю, маленькую долю процента моего времени, и только при случае. А те, которые под его влиянием, они зомбированы. Их я оставил, тех людей бесполезно что-то говорить. Те, которые под его влиянием. Только при случае. Я вообще почти о нем не говорю и уже прекратил, как бы... Это вот, ну, наверное, вы это первый за довольно-таки долгое время, говорю, как бы, Лапкин. Понимаете, на самом-то деле я другим занимаюсь, абсолютно. Вы единой яйца, вот, даже. Понимаете? Понимаете, у меня к этому даже интересы, и к этой вот теме. А у меня никаких эмоций даже не пробуждается. Нет? Ну, ну, Сергей, ты понятно. То есть, как бы я вам сказал мою позицию. И все, я эту тему закрываю. То есть, мое благодестование Евангелия не сводится к обличению Лапкина. А совершенно нет. Я вообще Лапкин не упоминаю, кто такой Лапкин, кто такой он вообще есть. Моя задача это проповедовать Евангелие и православное вероучение. Понимаете? Я кого использую? Иоанна Затауса, Феофилакта Болгарского. Понимаете? Сергея Нинского, Григория Богослова. Лапкиным я вообще не занимаюсь, Сергей. Это вы немножко не имеете неправильное представление о том, чем я занимаюсь, что я делаю. Вот. Поэтому я с вами согласен, что муссировать эту тему, понимаете, и как бы... Только это неправильно. Я тут с вами согласен. Но я этим не занимаюсь, Сергей. Просто я вам говорю, потому что это как бы... Ну, мы эту тему затронули. Вот. Кстати, нашу беседу насчет рождения свыше вы готовы записать? Я хочу на святых отцах опираться, Сергей. Для меня авторитет это святые отцы. Даже не патриарх Кирилл, хотя патриарх Кирилла я уважаю как богослова очень. А вот. Поэтому и библия, конечно, святая. Вы знаете, я библию каждый день читаю. И вот вопрос, который я поддерживаю, Надя Тихонович, это перевод на русский язык, богослужение. Тут я две руки с ним. Понимаете? Люди должны понимать, о чем они молятся. Я согласен. Славянский можно оставить для тех, кому он нравится. Но люди должны прийти в церковь и понять, о чем речь идет. Понимаете? Тем более, чтение Библии. Почему Библию по-славянски? Ее очень тяжело понять, даже церковным людям. Это же не магия какая-то. Это же не какой-то, знаете... Это ересь четырех языча. Поэтому в этом вопросе, вот я, Игнатия Тихоновича, поддерживаю на сто процентов. У меня никаких разногласий нет. Вот. Церковь должна заняться миссией, проповедью. Понимаете? Давайте. Давайте, как соберетесь, так сразу. Поэтому, что я могу вам сказать. Две беседы еще, доктор Иванович Ивановича, тоже с одним священником. Полностью поддерживаю. Рождение свыше. Наша тема – это рождение свыше, так? Я на час подготовил где-то беседу. Вы будете вопросы задавать. Я масса специально подготовил, масса литературой работал. Вы знаете, я думаю, что я подготовился. Поэтому здесь и моих сообщений и звонка. Я буду к вам стучаться. Ну, я скажу, я на 70% согласен с Игнатием Тихоновичем в этом вопросе. Поэтому тут даже я его где-то и поддерживаю. Видите, как получается. Хорошо, Сергей. Большое спасибо за вашу миссию, за то, чем вы занимаетесь, за ваши иконы. Это очень... Давайте предположить на следующей неделе. Алло. Ну, на следующей неделе спишемся, созвонимся и договоримся. Да, хорошо. А тему Игнатия Лапкина я оставляю. Как вы хотите. Я больше не буду ее продолжать. Я согласен. Я согласен. Я просто увидел, что вы правы сейчас. Эта тема, конечно, она уже как бы изжила себя. Мы как бы имеем свои точки зрения. И тем более, что с его идеями я на 70% согласен. И он тоже мне помог. Поэтому я с вами сейчас больше согласен, чем не согласен. Так что тут мы пришли к общему знаменателю. И Господь, как говорится, с ним. И Господь посреди нас. Да, Господь посреди нас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Как себя сегодня? Я не знаю как. Но я вас опять не вижу. Что-то у вас опять что-то там мечется все. А сейчас видно? Не, ну, вы по какому поводу звоните? Что-что? Вы по какому поводу звоните? Ну, мы же договорились насчет беседы рождения свыше. Вы предлагаете начать сейчас беседу? Я просто хотел сказать, как вы ее хотите, как сделать? Вот у меня вам вопрос. Я ничего не хочу. Вы предлагаете, да сделаем. А что там? Мы сделаем это все в домашних условиях, чтобы подготовились, чтобы вы сели, создали фон, картинку хорошую сделали. Ничего мы расписывать не будем. Все будет выглядеть, как говорится, без подготовки, спонтанно все будет. Потому что театр мы не будем устраивать никакой. Мы будем делать живую беседу. Ну, понятно, понятно. Да, я хотел сказать, вы знаете, ну, в общем-то, в последний раз вы как-то мне очень сильно помогли духовно. Как-то, ну, как-то на меня это очень так подействовало, положительно наш разговор. Что-то я понял в себе, что я неправильно, как бы, делаю. Вот. Так что хотел вас поблагодарить просто, что вы мне помогли. Ну, реально я это увидел, как бы, сразу и потом, в последующие дни. Вот. Так что спасибо вам большое, Сергей. Дух Святой через вас работает явно, я это могу сказать, я это вижу. Вот. Ну, это одна из причин, почему я сейчас тут позвонил. Я сейчас еду, вот видите. Баптисты не церковь, они не будут слушать. А вот это мне не надо об этом думать, не надо подыгрывать им. Но если я признаю, что они где-то около церкви, церковь, больше мне разговаривать не о чем, они лучше нас, я ушел. Им не надо ни мощей, ни икон, но чтобы они не хулили. Один вопрос. И когда мне говорили, а если вас патриархом избрали бы, что делали? Тысячу, одну тысячу училищ я открываю в один день, как патриарх. И со мной уже не спорьте. А где учителей? Пойду к баптистам. Мы договоримся. Они дадут расписку, что будут учить любить Христа, любить Библию. Вот два главных условия. А о том, что православие они не будут трогать, догматики не будут касаться. На меня православные кидаются за это, но другого выхода нет. Я практик, я не теоретик. Хотя теоретически я знаю все каноны, жития святых и труды святых отцов. Баптистам нужна церковь, они вне церкви. Я себя никаким не считаю. Я просто должен выполнить миссию Божию. Сказать, как написано в Евангелии, так написано. Господь говорил, как считаете? Я спрошу, слово духовность, найдите мне хоть одно. Его нету. Вы, Виктор, когда обращаетесь к людям, никогда не говорите, братья и сестры. Такого в Библии нету. Когда он его касается и призывает к уверованию и покаянию, вот откуда церковь начинается. Так, теперь скажите, пожалуйста. Бог дает через историческую церковь, конечно, он дает, Бог действует в истории. Правильно? Церковь это тело Христово, прежде всего. Это собрание возрожденных людей в Духе Святом. Вы же не будете это отрицать, правильно? Виктор, скажите, на что указывает число 16 глава? Это были образы для нас. Почему они живем сошли в ад? Вы тщательно обходите тему. Это баптистская закваска у вас сидит. Вы ведете себя, как настоящий баптист. Я спрашиваю, вы не отвечаете. Я беру библейские моменты, спрашиваю. Это были образы для нас, Павел говорит. Что в этом образе было заключено? Дофана, Верон и Корей. Почему они вместе с семьями, шатрами сошли в ад? Ответьте мне конкретно. И разговор закончен. Вот это молчание означает, что тут вас сатана и ловит на этом. Вы не можете ответить. Вы должны сказать, это образ сектанства. Каются везде, у сектантов и у мусульман. Еще как каются, нам учиться надо. Я спрашиваю по числам 16 главы. Отвещайте, разговор закончен. За что они сошли в ад? И сделал это Бог. Это не Моисей сделал. Самое страшное наказание. Я отвечаю за то, что они отделились от церкви. Они решили создать свое общество, свою секту баптистскую. Вы ничего не отвечаете. И молчите не потому, что вы не умны, а потому, что враг не разрешает. Дело в том, что баптисты, по вашим же словам, они возникли в результате вакуума, который возник в православной России из-за незнания Слова Божьего. Это ваши слова причем. Потом дальше. Баптисты возникли не с пустого места. То есть люди начали читать Писание. Дух Святой им начал. Полноты, конечно, у них нет познания истины. Я это не отрицаю. Но баптисты сами себя не создали. Баптистов создал Бог. Да не создавал Бог на Беронной Корее. Виктор, что вы говорите? Бог создал. А они на пустом месте возникли. Значит, они уверовали в Писание, покаялись по наущению дьяволов. Так получается? Это первая ступень еще, говорю. Дух Святой. Откуда же они взялись? Откуда люди начали каяться? Уверовали в Библию? Так. Виктор. Вы получили опыт в баптистской общине. Первое соприкосновение с Богом. Это что, наущение дьявола было? Вот ответьте. Бог, Дух Святой. У Ария каялись люди. Почему он еретик Арий-то? Арий, почему еретик? И о нем не говорят, что он был как Прискил, которые были Монтан. Это был человек очень верующий. Презентабельный вид его был. Но он еретиком. А он один только момент понимал неправильно. У него каялись. У него пели лучше. Иоанн Златоус ему подражал. Тут же начал свои крестные ходы устраивать. Иоанн Златоус. Но он еретик, архиеретик. По сегодняшний день еще церковь его, церковь поминает. Почему вы в этом ничего не говорите? Я спрашиваю снова. За что Адафан и Верон сошли в преисподние места? Что, вы никогда не думали об этом? Не, не думал. А я вам напоминаю, и другого ответа нет. Библия говорит за то, что они решили отдельно выделиться. Отдельно. Это сектанство. Это образы... Это вы ушли, Сергей. Виктор, скажи... Игнатий, тут совершенно другая картина, Игнатий Тихонович, извините. Нет, это образы. Поделите... Эти люди, которые искали Бога, но не имели церковного опыта. Им вот именно Бог так открыл истину, что они должны собираться в общине. Они должны читать Писание, доверять Писанию, что является правильным. Понимаете? И эти люди действительно были возрождены. Баптистские общины в России. Ну, если вы считаете, что этого не было, но это ваши слова. Что эти люди были возрождены. Они действительно вели другой образ жизни. Они бросали пить, бросали курить, блудить. Они, их семьи были многодетные, верные. Даже вы говорите, что они бороды все носили до революции баптистов и так далее. То есть эти люди, которые жили праведной жизнью. Это ваши слова, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, что их двигало? Дух сатанинский их двигал или что ли? Эти люди, но они не имели церковного опыта. Они еще как бы не могли, ну, не достигли понимания полноты истины. Можно так сказать. Но эти люди двигались. Некоторые стали православными. А вот Марцинковский был православным, стал баптистом, например. Так что, действительно, у него дух сатаны зашел после этого или так далее? Вы же вот цитировали Марцинковского. Вы вопрос задали, остановитесь. Вы задали вопрос и скажите, какой дух действовал? Я отвечаю, баптисты, которые уверовали духом святым. Вы дайте паузу. Вы стали короткими фразами говорить, я вам отвечаю. Но дальше они не пошли. И на этом они замерли. Выправить человеческими силами наклонившиеся не позволяет. Бог, он убивает. Почему вы не рассуждаете об этом? Почему грех Иова Раама... Виктор, это, Скуратовский, одни очки у вас. Поднимите голову. Вот. Почему грех Иова Раама столь великий, что упоминается из поколения в поколение? Потому что он стал ставить священники, кто хотел, того и ставил. А для чего он это сделал? Чтобы люди не шли в Иерусалим. И эти священники являются убийцами на пути в Сихем. Библия нам говорит об этом. Этого нельзя пропустить мимо. Это наследники Дафана, Аберона и Корея, Баптисты и все остальные. Они отделились от церкви. Какие добрые дела? Бог не поминал. Надя Тихонович, они даже не отделялись. Они не знали церкви. Это люди, которые искренне искали Бога. И которым Бог через Библию открыл истину о Христе. Которые покаялись. Но вы же неправильно говорите все. Это то, что вы говорите, это неправильно. Я с этим не согласен. Хорошо. Надрез не согласен. Почему? Потому что Баптисты вообще в церкви не были. От кого они отделялись? Это были грешники. От православных отделились. Не отделялись они вообще. Еще раз говорю. Они были в миру. А если они были в православной церкви, они никакого общения к истину православия не имели. Вот тут вы правы. А вы правы. Да, я прав. Я прав. Потому что именно почитайте историю, как они обратились, стали Баптистами. Эти люди не знали церкви. И это, Виктор... Знаете, они не знали церкви. Ну вы же неправильно говорите. Виктор, я вам говорю. Почитайте историю хотя бы. Вы не знаете истории даже, вот как эти Баптисты обращались. Ну да. Поучите людей. Да. Я не знаю истории. Не знаете, не знаете людей, заблуждение вводите. Сейчас я скажу. Вы не знаете истории. Почитайте, как Баптистские общины организовались в России. Как? Вы меня обвиняете много, а вы ничего не знаете сами. Вы сами ничего не знаете. Ничего не знают, да? Не знаете, да. А вот скажите, в 80-м году... Потому что вы не находитесь в духе любви и смирения. Понимаете, у вас постоянно все на крики построено. Это что, дух библейский, что ли? Это не библейский дух абсолютно. Виктор, вы опять не по Писанию говорите. Да нет, я просто хочу вам сказать то, что я думаю. Потому что вы не повернуете в духе евангельском абсолютно. Постоянно в духе раздражительности, крика. Это что, дух евангельский, что ли? Серьезно, о чем мы говорим тут? Я к этому громко говорю. Нет. Я задаю вам вопрос. Вы говорите, не знаю. То есть тема закрыта. Я говорю, почему Озу убил Бог? Почему? Видите, как вас обводят вокруг, не допускает какая-то сила. Я этих людей знаю, Игнатий Тихонович. Почему мне не верите? Эти люди не знают православие. Те, кто... Вы говорите, они пришли из православия. Из какого православия они пришли? Из псевдоправославия. Как вы говорите? Я пять лет был в баптизме. Ну? Из какого православия они пришли? То православие, куда они ходили в церковь. Они псевдоправославные, правильно. Но они себя называли православными. И сегодня, когда баптистов спрашивают, они говорят, я ходил в православную церковь, я ничего не знал. Это их свидетельство. И таких 85 из 180-м году еще было. Они собственную базу так и не создали. Я задаю вопрос за вопросом. А Кореи до Фанни Верони ответа нет. Почему? Потому что за этим кроется, что они враги божии. Я спрашиваю, а ОЗА тоже ответа нет. Дальше. Восьмая глава Деяния апостолов. Вы их тщательно обходите. Это тактика сектантов. Я вообще ничего не обхожу. Почему вы, значит, меня говорите вещи, которые вообще я не говорю. Я вообще сейчас у нас в разговор шел о том, вообще, вообще, откуда пришли баптисты. Я вообще эти места Писания не разбираю. Почему я их обхожу? Я вас выслушал. Но вы должны ответить, я сказал. Если вы не отвечаете, значит, вы согласились. Если опровергаете, вы антихрист. Вы даже на эти слова внимания не обратили, а третий раз повторяю. Все места Писания, которые вы мне указываете, я их тщательно разбираю и показываю. Вы ни на одно место Писания не отвечаете. Это тактика сектантов. Мы можем беседовать только тогда правильно, когда мы все места Писания, указанные противоположной стороной, разбираем во свете Библии. Опять же, во свете Библии. Вы вот стали говорить. Вы говорите с раздражением то-другое. А вам откуда знать, раздражение это или не раздражение? Вы переходите на личность. Это тактика всех сектантов. Я говорю громко, потому что я глухой. И поэтому мне надо кричать. Это все глухие говорят так. А вот вы уже раздражение. То есть вы на вопрос не ответили, а теперь нападаете на меня. Это тактика всех сектантов. Вы на вопрос ответите. Вы не смотрите на меня. Меня нету. Я на бумаге. Иван не христианский, Игнатий Тихонович. Вас не чувствуется вообще любви Христовой. Извините меня. Вот это все сектанты говорят. И православные. Конечно. Потому что вы находитесь в состоянии прелести. Прелести. Вот это есть. Вам надо покаяться. Вам надо покаяться. Игнатий Тихонович. Вы в состоянии прелести находитесь. О, прелести. Гордынь. Второе слово добавьте. Это вас заразили в православии. Прелесть. Вы эти слова не... Нет. Это то, что я вижу. Вот я сейчас слушаю вас. Это то, что я вижу. Духа любви я не чувствую. Духа смирения и любви. Я не чувствую. Извините меня. Вы чувствуете по отношению к себе только. Потому что болезненно воспринимаетесь. А то, что вы по Библии не можете ответить на конкретные вопросы... Что здесь Библия? Что вы в Библии закрываете свою прелесть и гордыню. И учительство. Уже учительство. По полной программе. Вы хулите святую церковь. Хулите почитание мощей. Монашество хулите. Понимаете? Вы называете себя православным. Вы не православный. Вы еретик. Еретик. Вот здорово. А, вот правду услышали. Услышали. А вы для меня... Святое монашество хулите. Так, Виктор, я это слышу тысячи раз каждый день. Вот и все. Вот и все. Это мое истинное мнение, что вы еретик. Вы не православный вообще. Вот как вы расколотитесь. Интересно. Все? А я за вас каждый день молюсь. Это вас православие сделало таким бесчувственным. Вы таким не... Меня бесчувственным? Да. Потому что вы горите на повышенном тоне. Со всеми почти. Это будет человек-христианин на таком тоне говорить. Так, я буду говорить сейчас тихо. Виктор Скоротовский, пожалуйста, остановитесь на этих путях. Вот посмотрите, что означает число 16 глава. Что означает абозье, говорено. И мой тон вас ни грамма не подвигнет к этому. Вас туда сатана не запустит. Потому что это образование ереси. Отступление от... Вот вы в ереси и находитесь. Потому что у вас опыт духовной жизни неправильный. Он не основан на смирении, на кротости. Ваш опыт основан на гордыне, на учительстве. И это не только я говорю. Не только вы. Это только я говорю. Вот если бы вы покаялись, действительно имели Христа, вы имели смирение. О, куда пошел. Вы по-другому получили бы, да? А я вам этого не говорю. Вот говорить вам, что... Поэтому у вас священники православные и не любят. А вот я скажу... Потому что вы идете, и вы начинаете на что нападать? Почитание святых мощей. Правильно? А как я нападаю? На монашество. Почему вы на монашество нападаете? Виктор, Виктор, скажите... Потому что вы не знаете его. Вы не знаете, что такое монашество вообще. А вы учите. А вы учите. Так, Виктор, скажи, как я холю мощи? Первый вопрос обвинения, теперь доказательно. Пожалуйста. Все мощи закопать надо. Не закопать. Так это же ваши слова с видео. Я говорю не закопать. А с великими почестями предать их праху. В прах возвратить на место, как Бог предсказал. Почему вы мои слова извращаете? Поклонение мертвецам. Так, я говорю, мощи должны быть захоронены. Подожди, подождите. Поклонение мертвецам, ваши слова. И что? Ну, это хуление святых мощей. Никакого хуления. Нет, я сказал... Хуление натуральное. Вы лжете. Вы лжете. Как? Потому что это именно так, что сектанты пытаются хулить святые мощи. А где хула? Это останки святых людей, которые Бог прославил. Хорошо. Вот как православные думают. Они поклонение мертвецам. Это не слова православного человека, то, что вы говорите. Но это не евангельское. Подвязайтесь, если ты на душу, заверу евангельскую. И нигде не написано, чтобы поклонялись мертвецам. И написано, прах ты и в прах возвратишься. То есть, кто же не поклоняется? Почитают. Почитают. Потому что и Бог прославил, как знак будущего воскресения. Это вот как православная церковь учит. Если я сказал покоронить это хула, как вы могли перевернуть это слово? Как? Вас я иеретиком не могу назвать. Вы меня уже назвали. Это какой дух вас? А говорите нормально. Насчет святых бащей у вас много там хулы всякой. Конкретно какой? Много не надо. Одну назовите. Ну, я вам уже сказал. Похоронить мощи это не хула. А чего вы взяли-то? Чего вы плетете? Нет, а то, что я слышал. Хула. Хулу покажите где? Много не надо. Одну по хулу покажите. Поклонение мертвецам. Но они мертвые или нет? Это трупы или нет? Это трупы? Да. Ну и поклонение им. Я сказал, надо похоронить. А где хула-то? Хулу покажите где? А если похоронили, кланяться нечему. Где вы взяли хулу-то? Что вас сатана так обольстил? Так это вас обольстил сатана? Да нигде он меня не обольстил. Вы не обольстил, вы обольщенный дьяволом. Вы обольщенный дьяволом. Это уже учитель. Виктор. Который совращает людей от истины. От истины православия. Истина, да? Вот вы хулите, мироточивые иконы, благодатный огонь. Так скажите. Как я увидел вас? Хулите. А Игорь говорит, Виктор. Скажи, как это хуло? Иконы мироточивые иконы принесли таким, знаете, таким сатанинским голоском таким. Вас дьявол обольстил. Он не православный. Он же учитель. Я говорю это и строму, и другому. Не слушайте его, это лжеучитель. Он создал секту, которая не имеет епископа. Который, вот он собратил своего брата, чтобы не присоединился к церкви. Понимаете, лжеучитель. Я думаю, давайте закончим на этом, потому что распаляемся только. Давайте, всего доброго. Всего доброго.